Привет, мои дорогие! Сегодня вторник и у нас сегодня с Тонькой маникюр. Мы едем с вашей любимицей на маникюр. Если удастся, покажу, как это все происходит. Мы едем к моей девочке-кленке, она ветеринарный врач. И только так мы можем Тоньке стричь ногти по-другому. Она не дается, это вот жучка малая. Все, поехали. Все, мы с Тонечкой приехали. Несем тете Кристине шоколадку. И вот тут вот мы будем стричь ногти. Не трясись, малыш. Тонька, три секунды. Все продлилось, но ты кричала, как будто я тебя не знаю, что делали. Ох и крикун, ох и крикун. Скандалистка малая. Смотри, какие ногтики теперь красивые. Все, сейчас я обещала, едем к маме на работу. Я попью кофеечек, а ты со мной побудешь. Я же тебе обещала. Поехали, зайцы. Поехали с Тони на кофе. Вот так вот мы проходим каждый рецепшн. В континенте тоже не могли выйти. Даже тут целовали всех. Конечно. Что же, не страшно? Смотри, ехали на маникюр в ветеринару. Она прислась так в машине, что просто не знаю. Сейчас нормально, все спокойно. Нет, просто уже когда вышли от врача, от врача, чувствовать, понимаешь, что едем уже нормально, ничего не угрожает. Ну что, новый администратор вам нужен? Да. Да, нужно. Все, Тоня со всеми поздоровалась, побусилась, поцеловалась. Сейчас она делает ревизию в мамином кабинете. Она есть первый раз. Не, она была когда маленькая, я ее брала сюда, но она была совсем маленькая, она ничего не помнит. Что тут интересного? Маме на кроссовке, ничего тут такого нет. Что, тебе все интересно? Бузочка маленькая. Ревизия. Что там? Что там такое? В общем, я пью кофеечек, а Тонька тут гуляет. Где-то там, где-то там уже. Вот там она уже. Все, мы с Тонечкой уже едем домой, отвезу ее сейчас домой. Очень ей понравилась мама на работе, с каждым пообщалась, с каждым поразговаривала, всех обцеловала. В общем, такая девочка у нас любвеобильная, успокоилась здесь, ей нормально, комфортно. А когда приезжаем, только к ветеринару сразу начинает трястись, даже уже в машине. Чувствует очень сильно. Я хочу сейчас Тоньку отвезти домой, а потом решила съездить на два завоза. Посмотрим, что там. Ну, я так по-быстренькому пройдусь, но кое-что хочу посмотреть. Ну, как, не для себя, а вообще, наверное, вам просто показать. Посмотрим, что там. Сегодня завоз в Модомаксе и завоз в Евросекондхенд, или как он называется, я уже забыла. В общем, заедем, посмотрим. У меня просто есть еще пару часов времени. И потом мне нужно по работе поработать, по онлайн моим девочкам, программки написать, кое-что там сделать. И потом уже встречаюсь с своей подружкой, с Натальей. Так что поехали, малыш. Подъехала к Секондхенду. Оказывается, это дискантер Секондхенд, а не евро Секондхенд. Я уже все позабывала. Ладно, зайдем, посмотрим. Ребята, я уже много вижу мелочевки. Классные все это я чувствую. Здесь я сейчас закуплюсь. Честно. Смотрите, какой набор классный. 30 рублей абсолютно новый. Тут куча, куча всего. Какой запах классный. Я не знаю, что там, но там очень много всего. Слушайте, я давно не видела столько много мелочевки. В общем, не знаю, что это. Болгин, короче, какой-то для тела все такое. Коробочки какие-то. О, это тоже какой-то набор запечатанный. Не знаю, что за набор. Сейчас посмотрю. Вот, ребятки, какой он внутри. Наборчик. В принципе, 30 рублей. Мне он не нужен. 30 рублей. Смотрите, сколько я всего уже набрала. Это все новое абсолютно. Я буду сейчас разбираться. Ленис, кстати, вот нужно глянуть еще этот крем. Ну, это крем для тела. И он не новый. Я его не буду брать. Ну, не то, что я не открывала, но чувствую, что он неполный. Здесь неполная упаковочка. Поэтому брать не буду. Хотя Ленис, конечно, это очень классный бренд. Французский. Ну, смотрите, я вам в субботу показывала такого плана, по-моему, от Манго. Была курточка. Это натуральная кожа. Вот тоже с этими заклепками. Ну, вот не знаю. Так мне это не нравится. Натуральная кожа. Вот такой бренд. Но эти заклепки... Ну, в принципе, я не планировала покупать. Я вообще не хочу такого цвета себе курточку. Но натуральная кожа и вот эти вот вещи, которые мне не нравятся. Ну, может, кому-то нравится, но мне нет. Вот такая еще замшевая курточка. Вот такой оливковый подтон. Немножко вот такой вот бренд. Десятка размер. Например, я просто вам показываю себе. Я понабрала такие всякие мелочи. Это купальничек сиреневый. Там одни джинсы померить и два топа на лето. Померю, посмотрю. Ну, это я, чтобы закрыть свой косметоз. Чтобы его никто не стащил. Кстати, девочки, продавцы, консультанты сказали, что только выставили. Поэтому я так вовремя из-за тоньки. Сегодня мне получилось заехать сюда. И очень классно. Я думаю, что мне много косметики куплю. Верхней одежды тоже достаточно. Пальто всякое. Там еще и вверху жакеты я не посмотрела. В общем, я так сильно не просматриваю. Ну, смотрю. Может, это вам интересное покажу. Абсолютно новый с нуля тренч. Вообще новый. 18 размер. Не знаю, не понимаю, что это за размер. Это какое-то не такое обозначение. Слушайте, может быть, я его положу, примерю и посмотрю. И чтобы закрыть полностью мою косметику, чтобы не было видно в корзине. Классный вообще новый абсолютно. Абсолютно две одинаковые блузки от Next. Красивый, кстати, цвет. Видно, что они новые. Это, может, какой-то сток. Вот они. Хорошенькие. Ребят, посмотрите, что я нашла. Не знаю, насколько это оно. Я сейчас буду смотреть. В общем, я сейчас посмотрю. В общем, насколько я думаю, это сам ошиб, на который просто прицепили этикетку Versace. Хотя подкладка Versace полностью. Не знаю, что сказать. Потому что никаких других этикеток внутренних здесь нет. Но подкладка тоже Versace. В общем, я без понятия, что это. Вообще без понятия. Почему оно такое пожеванное? Его как-то постирали неудачно. Ни состав, ничего я не знаю. В общем, загадка. Versace, не Versace. Без понятия. Ну что, ребятки, я уже в примерочной. Я быстренько показываю, как я сегодня выгляжу. Очень быстро с меня одевалась с утра. Заезжала там в одно место, потом с Тонькой на маникюр. И очень побыстренько оделась. Показываю, что я взяла в примерочной. В общем, я сегодня буду здесь, наверное, долго. Вот все из-за этой. Я хочу посмотреть, сколько я нагревала. Вот мне очень, я вижу, однозначно нравится то, что здесь маски классные. Я прогуглю, но вижу, что это очень классно. Паранты они по-рублю. Я их, наверное, даже все заберу. В общем, девочки сказали, что только что все это выставили. Поэтому я очень в тему сегодня из одежды. Смотрите, коз. Это коз. Вообще состояние просто идеальное. Не вижу там размер. Посмотрите, высоко очень. Она вообще, не знаю, мне кажется, новая абсолютно. Хлопок, стопроцентный хлопок. Абсолютно новая. Вот такая вот легкий жакетик. Такая, как рубашка. Очень классный мой цвет. Не знаю, возможно, и нормально. Вот леггинсы на работу. Здесь ничего интересного, ничего нового. Черные мне как раз такие нужные. Я люблю очень такое качество. Померю. Джинсы вот такие вот. Мне очень понравился цвет. Это маленький размер, 32-й. Померяю. Вот такой обычный топ. Это Zara базовый. Купальничек вот такой вот. Мне понравился. Хотя у меня купальники есть, но у меня все-таки бело-черные. Вот может быть этот вот слитный в цвете можно померить. Еще один топ. Айчин Дэм. Айчин Дэм, по-моему. Хайм, как говорят полярки. Я вам показывала этот тренч. Тоже хочу его померить. Он абсолютно новый, вообще полностью новый. Вообще вещи практически все новые. Может быть не практически, а новые. И вот такая бузка мне понравилась. Что за бренд? Тоже новая. Даже еще висит эта штучка, висюлька, видите. Вот этикетки. Вообще новая полностью. Просто что? Ой, мятая. Мне понравились рукавчики. Мне понравилось, что ее очень хорошо в брюке. Видите, она здесь специально для того, чтобы заправлять ее. Классно. В общем, померяю ее и буду уже, если что, включаться. Работы много предстоит. Особенно здесь все это нужно просмотреть, прочитать. Сроки годности посмотреть. Видите, пока просто все это хватало, как говорится, для того, чтобы положить в корзину. Потом уже буду разбираться. Смотрю, там классный бренд, тоже однозначно. Этот, который я вам показывала, который я покупала, он есть там. Все, меряюсь. В общем, я меряю сразу топ от Сары. Ну, я его однозначно возьму. Мне такой нужен. Вообще новый полностью топ. Ну, рубашка просто вообще. Я меряю рубашку от откус. Я даже не знаю, как это понять, что это. Но вообще классная штучка на лето накинуть вообще. Мне она нравится. Цвета мои, размер мой. Видно, что мой размер. Очень классная штучка. Слушайте, вообще, мне она так нравится. Класс. Вообще класс. Вот это мое. Однозначно мое. Типа такая, как рубашка, не рубашка. Вот такая. Вот даже вот так вот. Даже вот так вот. Уже супер. Супер. Вот это вот, вот это, это уйдет со мной однозначно. Однозначно. Ну, вообще, мне сегодня нравится, ребят. Я давно не ходила, но мне сегодня явно нравится. Я думаю, что вам тоже нравится, когда я что-то нахожу и покупаю. Поэтому это класс. Вот это вообще рубашка супер, просто супер. С нуля. Не знаю. Мне кажется, даже я что-то такое видела сейчас в коллекциях этих действующих, которые сейчас. Я просто заходила. И зимой заходила, и заходила. Сейчас весной. Да, что-то вот такое. Такие цвета однозначно я видела. Не помню только, что именно я видела. Вообще новое. Совершенно. Ну и топ. Однозначно. Топ класс. На лето. Как такой верхний, ой, нижний слой. Тоже класс. Вот так хорошо. Вот это вот беру. Беру, беру. Прошлую примерку записала без наушников. Не знаю, слышно, не слышно. Надеюсь, что слышно. Ну, вот этот обычный топ такой тоже. Не знаю, нужен мне он или не нужен. Без понятия. Без понятия. В общем, подумаю. Я думаю, не сильно он мне нужен. Хотя хороший. В общем, леггинсы я беру. Леггинсы я беру. Они вообще мое-мое. Мой размер это XS. И цвет черный мне как раз нужен. В общем, я полностью себя в купальнике показывать, естественно, не буду, потому что YouTube может забанить. Но что касаемо купальника, он на меня большой. Мне очень понравился цвет, мне очень понравился фасон. Но купальничек на меня большой, поэтому, естественно, я его брать не буду. В общем, полностью показывать, конечно же, не буду. Жаль, но хотя нормально, сэкономлю деньги. Я, кстати, знаете, что я шла сюда с намерением, что что-то купить, потому что я очень много разгрузила со Светланой в субботу. Поэтому что-то можно и купить, прикупить. Какие-то, на самом деле, вещи, которые интересны. Я думаю, вот этот пиджачок, рубашка от Коса, это класс. Футболочку, этот топ, вернее. Я планировала такой купить в Польше. Забыла просто. Я хотела Василькову купить и такого цвета, но я забыла. А леггинсы мне тоже черные нужны были однозначно для работы, потому что это моя работа. Мне это надо. Я меряю блузочку, рубашку, блузку. В общем, я ее заправила. Я хочу такой вариант рассмотреть. Ее можно носить и на выпуск, более силуэтно она будет смотреться. Но мне так не нравится. Такой вариант, в принципе, хорошо, неплохой. Под рубашку. Очень классно. Не знаю, я подумаю. Мне очень понравились рукава. Сейчас подумаю еще. Но вообще неплохо. Хочу померить сейчас вместе с тренчем этот вариант. Тренч на меня огромный. И это очень классно. Никакого не будет соблазна рассматривать его для покупки. Поэтому кому-то на самом деле повезет, потому что хороший, кстати, это натуральный состав. Хороший такой базовый классный тренч. Но он небольшой, поэтому пускай висит дальше. В общем, я буду размышлять насчет рубашки. Это вот я возьму. И сейчас буду рассматривать все вот эти вот косметосики. А вот это не беру. Ну, это тоже не беру. Ну, тренч. Кстати, вот так вот она смотрится в варианте на выпуск. Тоже, в принципе, неплохо. Я вообще смотрю тоже, кстати, и неплохо. Даже очень неплохо. В общем, не знаю, мне нравится эта блузочка, эта рубашка. Возможно, я ее и прикуплю. Ребята, я в полном шоке. Короче, это компания со 100-летней историей из Англии. Просто эти маски сделаны в Корее. Но это английский бренд со 100-летней историей. Представляете, там ценники вообще на нее. Там отзывы просто вообще обалденнейшие. Обалденнейшие. В общем, однозначно я забираю все эти маски с собой. Ну, представляете, что можно купить в Секонхенде? Срок годности великолепный. Там еще запас. Ого-го. Беру. Так, вот это бальзам после бритья. Лайн там и еще что-то. Это тоже эта компания. Вот, которую я находила, британская, крутая компания. Делала обзор того, что находила. Это я открывала уже. Он закрытый. Бальзам после бритья. Ну, не знаю. Не знаю, может кому-то если подарить, я подумаю. В общем, это тоже эта компания, что я делала вам распаковку. Это у нас босьон для тела. Мандарин, грейпфрукт. Запечатанный, показываю. Вот крышечку сняла. Полностью новый. Я думаю, что я его возьму. А их два, кстати, или это одна и та же серия, или это разные вещи с одного просто набора. Я посмотрю сейчас. Мандарины и грейпфрукт. Вот это я возьму. А вот это гель для душа. Это другое. Три рубля стоит. Тоже это же. Ну, это видно с одного набора. Просто набор был расформирован. Я посмотрю на счет него. Но крем я точно возьму. Это я подумаю. Ребят, представляете? А это сыворотка с подсвечивающим таким эффектом для лица от Richels. Денег стоит эта куча. А здесь это стоит 2 рубля. Просто класс. Просто класс. Я сейчас посмотрю по срокам. Конечно же, если что, возьму ее. Так, вот это у нас тонер для лица с маслом чайного дерева и мятой. И чай, наверное, да, здесь. В общем, ну это он новый абсолютно тоже. Полностью. Я его тоже возьму. Такой очищающий. Их много не бывает. Они всегда очень используются быстро. А, еще момент, что он полностью натуральный. Сто процентно натуральный. Вот так. 3 рубля. Ребят, это просто не знаю. Ребят, что только не найдешь в секонд-хенде. Это, короче, бальзам для сосков. Для девочек после родов. Я знаю эту проблему, конечно, когда малыш активно хочет кушать. И потом соски просто трындец как болят. В общем, это трещина всяких, наверное, таких моментов. Оно, чтобы ничего там не воспалялось и не трескалось. Очень классная штука. Оно видно, что, говорю, он скрытый. И, конечно же, мне он не нужен. В общем, это лосьон с автозагаром для лица. Для лица. 3,20. Я посмотрю по срокам его сейчас. В общем, сроки нормальные. Я его возьму, но я, скорее всего, буду использовать его не для лица, а именно для рук и для ног. Потому что как раз сейчас самое то, переход, да? Конец весны, начало лета, когда все такие белые и прозрачные. В общем, супер. Я его возьму. Хотя это для лица. В общем, ребята, эта штучка у нас освежающий крем вокруг глаз. Представляете? Смотрите, какая он интересная, какая структура. Вообще класс. Сейчас я его тоже возьму 2 рубля. Я не знаю, это просто трындец. Даже просто использовать его для тела или там для каких-то участков таких, там, шея, декольте. Супер. Ну, я думаю, что по назначению буду использовать. В общем, ребята, это мыло для тела ограниченная серия написано. Оно новое, запечатанное. Мыло для тела. Возьму, конечно, 6 рублей. Ну, вы что, вообще? Конечно же, такие вещи всегда нужны однозначно. А пользоваться такой косметикой дорогущей, которую ты не купишь обычно, это, конечно же, супер. В общем, 6 рублей. Ограниченная серия. Лимитка. А это у нас натуральный лосьон для рук. Тоже очень классная штучка. Тоже запечатанное. 6 рублей. Как бы запах, конечно, посмотреть, потому что он-то запечатан. Ну, в общем, дорога, лосьон тоже всегда нужен. Мы это тоже, видимо, этот трансформированный набор с клюквой, который ограниченная серия. Лимитка. Это крем для душа. Какой-то, по-моему. Или... А, да, крем для душа. Ну, в общем, тоже в дорогу куда-то брать очень классно. Да, это, видимо, одна серия. Клюква там и еще что-то. Лимитка. В общем, класс. Я уже не помню, когда я покупала такие какие-то вещи. А, ну, только если в реческе. Масло для тела, так? Вот у меня наборы эти, которыми я пользуюсь. Класс, класс, класс. Смотрите, в обуви есть шлепанца мужские. Лакост. Не знаю, оригинал, не оригинал. Возможно. Но это размер большой. Это, наверное, где-то 40-41, мне так кажется. Ну, можно и женщина с большим размером. Почему бы и нет? Унисекс. В оцененном товаре абсолютно новая мастерка от Дона Карен. 38 рублей. Цвет такой более, более такой ультравиолет. А здесь он какой-то синий показывает. Нет, не такой цвет. Все, ребятки. Я с покупками, с целым пакетом вышла. Будет с того магазина дискаунтера. И подошла сейчас за кофейком. Хочу выпить кофе. Я, потому что сегодня вообще не позавтракала. Хоть латы перебиваюсь. Потому что не получилось. У меня такой денег как-то пошел немножечко по-другому. И потом я заеду в Модомакс, который там уже на завозе. Это на Машерово. И поеду домой. Буду заниматься делами всеми своими. И затем встреча с подругой. Беру лату. Все, взяла латы. Только здесь крышки закончились. Придется через дорогу идти за крышкой. Капец, да что за повезло. Здесь тоже ни одной крышки. Полный трындец. Полный трындец. Все, ребятки, я на месте. Модомакс на Машерово. И пойдем, зайдем посмотрим. Представляете, искала фуди вот такого цвета. Один в один. И есть это на люксе. Длинный, классный. Как мне нравится. Но сегодня люксы по цене обычного товара. С ней последний день люксы. Завтра новый завоз. Она вообще новая. Полностью новая. Праймарк. XS. Супер. Интересный купальничек. Вернее, это верх от купальника. Несли я не смотрела. Может и есть. Мой размер. Но я уже не буду себе брать. У меня от Victoria's Secret есть. Тоже такой яркий. Поэтому брать не буду. Но вообще классненький. Вот такие есть кожаные лоферы. Мне кажется, что такая старомодная немножко модель. Хотя классический. Но каблучок для лоферов немножечко великоват. Кожа внутри и снаружи. Совершенно новые джинсы от Bershke. Вообще новые. Мне нравится цвет. Я, наверное, их померю возьму. Очень милые шортики. Мой размер вижу. Какой-то Pierre Lamer. Не знаю, что за бренд. Да забугли. Но видно, очень качественная. Походу, мой размер. И мне очень нравится эта модель. Скипка расширенная. Класс. Буду мерить. Лонгслив. Голубенький такой. Вот. Любимого мною спортивного бренда. Under Armored. Но, к сожалению, большой на меня будет размер. Вообще новенькая. Возьму еще померить эти джинсы. Zara. Очень плотный джинс. Размер мой. 32. Хочу померить. Вообще новый полностью. Если бы годик-два назад, то рубашка, конечно, была бы супер-супер. Но сейчас как бы тоже актуальна. Но два года назад она была вообще в таком тренде Zara эта. Интересная джинсовая курточка. Вот такой бренд. Но для меня это уже сложно. Но вообще классная. Клати типа Fendi. Но это не Fendi. Она вообще без ничего. Никаких указателей на нем нет. В отличие от моего свитера, который я покупала. Оригинал. Кстати, копия, но хорошего качества. Такое платье от Monson. Это хлопок с добавлением шелка. Мой размер, но не моя расцветка. Слишком крупный для меня масштаб рисунка. Принт. Ну что, мои хорошие. Я примерочная кое-что взяла для примерки. Сейчас вам покажу. Взяла вот это худи. Васильковый классный. Слушайте, как я искала такой цвет. И вот тебе на. Хотя, конечно, лучше бы это было зимой. А не сейчас. Джинсы я вам показала. Вот эти. Бершку хотела померить. Очень плотный джинс. Классный. Видно, что они абсолютно новенькие вообще. Вот эти шорты. Я не знаю. На них большая надежда возлагаю. Потому что мне очень-очень нравится эта модель. Я хочу забыть этот бренд. Пьер Ламер какой-то. Не знаю. За Пьер Ламер. Но видно, сделано очень качественно. Вот эти тоже от Зары. Мне очень понравилась их модель. Фасон. Плотный джинс. Зара вообще идеальная лекала. Для меня очень хорошо садится всегда. Поэтому хочу померить. И мне понравилась вот эта вот блузка. Мне понравилась эта задумка. Это шифон какой-то. Но захотелось просто померить. Вряд ли я ее буду брать. Но интересная модель. Хочу померить ее. Видите, я разгрузила в субботу основательный свой гардероб. Поэтому я себе разрешила кое-что обновить. На самом деле, то, что мне понравится. Смотрите, вот такой от Праймарк. Платьица взяла. Вообще тоже с нуля. А вот даже вот эти кеточки висит. Эта штучка. Эта веска. Оно вот такое длинное, трикотажное. Она сейчас вообще супер. Где-то накинуть наверх джинсовку, кеды или кроссовки. Это просто супер. Пушка-бомба будет. В общем, все. Я быстренько меряюсь. Ребят, ну очень красивая блузка. Если бы ни одно но. Ее есть лишняя прозрачность. У меня там полосатый бискалтер вылазит. Очень красивые рукава. Сзади вывязывается. Смотрится она, конечно, очень классно. Очень интересно. Очень дорого. Это на выход. Такая акцентная блузка. С таким-то лаконичным низом. Будет просто супер. Но я ее брать не буду, потому что я не люблю такие вещи, которые вот так вот акцентируют. Я за скромность. Я за скромность в одежде, а не за какой-то момент вызывающие. Поэтому однозначно, что она вся светится. Если была ткань другая, поплотнее, то было бы, конечно, очень красиво. Или хотя бы рукава. Ну, пускай такие были. Хотя, видите, здесь оно все литое, с одного куска ткани. Поэтому не получилось бы. Просто нужно оплотнее немножечко ткани. Нет, я так, конечно, носить не буду. Хотя, конечно, очень красивая задумка. Но больше. Очень интересная такая акцентная, экстравагантная. И смотрится очень круто. Ребят, представляете, худи на меня большой. Смотрите. Если бы рукав был пологий, то здесь не должно бы никого быть торчуна такого. А если он на месте, то он должен быть на месте совершенно по-другому тоже смотреться. В общем, рукава очень сильно присборенная. Не то. Сейчас покажу другую сторону. Смотрите, здесь вообще, видите. Ну, понятно, что он на вешалке висел. Но все равно. Не так не должно быть. Очень как-то мне не нравится вверх. А так в другом все хорошо. В общем, если что, надо будет. Я уже на сезон куплю себе в польшу такого цвета. Это абсолютно не проблема. Сейчас все равно лето. Поэтому он мне не пригодится. Поэтому не буду брать. Ну и лишних хлопот избегаем. Слушайте, ну зачем вот прицепить вот сюда? Ну, в принципе, либо как-то к поясу. Не знаю, по вышеду, как мне сейчас это меряется. Зачем пояс набраться? Пять. Это просто трюндец, по-моему. В общем, вот так вот смотрится на мне платье. Я думаю, что вообще классно смотрится. Мне оно нравится. Вообще вот где-то накинуть этот... Наверх джинсовку. Просто класс. Вообще супер. Это платье мне нравится. Ребята, я с ним получаю такое огромное колоссальное удовольствие. Похода в магазине. Потому что все по-другому. Не так, как раньше. Никаких гонок. Никаких. Быстрее посмотрите на завоз. Просто с таким огромным удовольствием гуляю, смотрю. Вообще класс. Мне платье нравится. Очень нравится длина. Под кроссовки, под кеды. И под босоножки тоже. Очень классно. Мой размер. Это эсочка. Мне нравится, что у него плитка. Если бы все это было, то было бы не так вот эска. Мне нравится больше. Можно с пояса, можно в принципе еще без пояса. Здесь у меня принципиален. Вот это мне нравится лучше. Как вам? В общем, джинсы от Zara смотрятся один в один, как я покупала в Варшаве. Тоже такой же цвет. Сливочно-молочные. Стержки такие же. Низ такой же, тоже необработанный. Но только там был, по-моему, краймарк или что-то или не лук. Ну, короче, тоже какой-то масс-маркет. Вот вообще лекала один в один. На поле все точно так же. Ну, поэтому, естественно, я брать не буду. Потому что это совершенно одинаково. Для меня идентично. И мне это не надо. Поэтому нет. На этом месте, к сожалению, YouTube забанил меня. Не пропустил музыку, которая очень играла громко в примерочное. Поэтому приходится мне озвучивать. Очень мне понравились эти шорты. Очень довольна. Мне они просто понравились, как они сели на мне. Я пересматривала недавно свой гардероб. Я кое-каких шорт избавилась. И решила, что мне надо прикупить на сезон несколько шортиков. Поэтому вот эти, естественно, я взяла. Такого цвета у меня не было как раз. И идеально подошли. Мне очень понравился фасон. Состояние просто идеальное. В общем, классные. Такие голубенькие шорты джинсовые на лето. Просто супер. По поводу этих джинсов. Это просто что-то непонятное. Посмотрите, на талии они широкие. На ногах они какие-то узкие. Показываю, что непонятная модель. Мне очень не нравится, когда если джинсы рваные, получается, они в облипку. Это что-то непонятное. Вообще странная модель какая-то. То ли они на мне так сели. Ну, в общем, непонятно. Что-то в талии широко, на попе широко, а в ногах как-то странно узко. И эти дырки на узких джинсах смотрятся совсем никак. Показываю, что я взяла шортики и платье. Получила огромное удовольствие от сегодняшних покупок, от сегодняшнего шопинга. Взяла только на самом деле то, что мне нужно, что мне нравится. Платье это, я думаю, мой фаворит за сегодняшний день. Оно просто идеальное базовое платье. Подходит абсолютно под все, что я сегодня купила, кроме леггинсов, конечно. Шорты тоже классные. В общем, с огромным удовольствием прогулялась сегодня. И купила только то, что мне на самом деле надо. Такой шопинг мне нравится, конечно. Здесь я рассказываю о том, что сегодняшние все мои покупки просто будут идеально сочетаться одна с другой. Абсолютно базовый гардероб, такой капсульный у меня получился. Платье будет сочетаться с рубашкой, которую я купила от Кос. Джинсы прекрасно будут сочетаться с топом от Зара. Также, если накинуть рубашечку, в общем, я дома все покажу, померяю вам. Все сегодня, что мы купили, мы посмотрим. Сейчас показываю свою курточку, самую любимую куртку, которая просто у меня уже второй сезон. Я ношу ее, и она просто моя любимка. Кожа просто наивысшего качества. Это очень дорогой бренд. Я уже сейчас не буду вставлять название. В каком-то влоге я показывала ее покупку. Покупала ее абсолютно новой. Беру ее везде, во все поездки. Когда не знаю, что надеть, что накинуть сверху, я всегда беру эту курточку. Она меня сопровождает везде, постоянно. В общем, такая базовая классная куртка, которая будет вообще просто постоянно в моде, в тренде. И не будет выходить из моды, потому что она такая базовая, универсальная. Сейчас, когда я уже глобально подхожу к расслаблению, я очень внимательно пересматриваю свои вещи, чтобы они максимально сочетались одна с другой. И был такой гардероб, когда все вещи перекликаются. И вот эта курточка, это одна из тех вещей, которая будет со мной всегда. И от нее, конечно же, не избавлюсь никогда. Ребят, я уже дома. В общем, что касаемо всех моих этих покупок, которые там Тонька смотрит. Она у меня очень любит разбирать пакеты. В общем, все у меня это обошлось где-то около 100 рублей. Где-то так вот. Поделите на 2,8. И получится сумма в долларах. Вообще неплохо, я считаю. Совершенно неплохо. Смотрите на эту балдежницу. Что ты там творишь? Не успела заснять, она там кувыркалась. Чудо ты малой. Покупки разбирает ребенок. В общем, смотрите, то, что я вам говорила. Рубашка от косы. Это платье. Смотрится просто великолепное. Серый, синий. Просто отлично. Понятно, что будет обувь другая. Не тапочки домашние. Кеды надеть такие немножечко какие-то объемные. Или кеды, или кроссовки. И будет великолепно. Ребят, я просто получила такое колоссальное удовольствие сегодняшнего шопинга. Все не спеша. Все нараслабонивает. Просто покупаю то, что на самом деле мне надо. Каждую вещь оценила. Подумала, с чем она сочетается. Не то, что потом купить и думать. Надо, не надо. Как бы у меня такое... Не то, что она постоянно случается. Но как бы были такие моменты. От этих вещей я избавилась. Которые классные. Но которые просто не мое. Они висят. Хоть они мне нравятся, но не висят в шкафу. Я такого не хочу больше. А вот эти вещи сочетаются великолепно. Плюс вот эта вот рубашка. Топ. И шорты, которые мы купили с вами. Тоже великолепно. Это все будет гармонировать великолепно. Далее, например, белая блузка, которую мы купили. Шорты. Тоже отлично. Наверх накинуть даже эту рубашку. Тоже класс. В общем, все из сегодняшнего шопинга подходит великолепно. Естественно, кроме лосин. Легенсов черных. Слово великолепно у меня сегодня преобладает. Но я ничего не могу сказать. Потому что я очень довольна. Вот такой шопинг мне нравится. А не какие-то гонки на завозы. Я этого не хочу. Раз в неделю потратить 100 рублей на покупки. Это нормально. Поделить на 2,8 получится совершенно все. Отлично, экономично. И вещи просто сегодня, говорю, какие-то абсолютно с нуля. Ну, вообще, я не знаю. Вот это, говорю, откос. Она вообще новая. Я говорю, она магазином пахнет. Знаете, вот ткань, которая полностью новая, пахнет новой тканью. Платье. Там тоже такая штучка еще от этикетки висит. Совершенно новое платье. Ну, в общем, блузка тоже, по-моему, я показывала. Да, вот, ну, все вещи. Да, блузка тоже с такой штучкой вот этикетки. Все вещи полностью новые. И все сочетаются, все гармонируют между собой. Все отлично. Да, малыш, успокоилась уже? Носилась тут как угорелая. Я? У тебя классный день был тоже? Ты сегодня была? И на маникюре, и у мамы на работе, и со всеми обнималась там, и целовалась, и ухали-ахали. Какая Тоня наша классная. Что-то уже притихло. Только что, говорит, такие кувырки делала. Сейчас еще разберусь с косметикой классненько, так все почитаю. Ну, я уже почитала, когда сидела в примерочной, но еще больше углублюсь в эту тему. Все, нужно кушать. Сколько там время? Уже два часа. Через три часа у меня встреча с подружкой, с Наташей. Ну, в общем, то, что я вам говорила. Джинсовка с этим платьем супер смотрится. Такая немножко оверсайз, укороченная. Классно. Это скандинавский бренд у меня, джинсовка. И очень классно в сочетании вот с этим платьем. Серое и синее, это просто класс. Обувь будет, естественно, другая. В общем, классно. Очень довольна, прям очень довольна. Кстати, из всех сегодняшних покупок, наверное, у меня фаворит, это все-таки платье. Я вообще просто в него влюблена. Мне оно очень нравится. Оно до такой степени классное, базовое, приятное. Это натуральный трикотаж. Это не полиэстер. Состав очень хороший. Хлопок, насколько я помню. Вообще просто класс. Обожаю, 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 обожаю. Это платье будет в моих любимочках, это точно. Уже я бы его с удовольствием и вот сейчас надевала. Погода как раз позволяет сверху накинуть джинсовку или какую-то рубашку. Но надо постирать. Конечно, хоть оно и новое, но все равно оно лежало там, обрабатывалось в секонд-хенде. Поэтому все вещи обязательно нужно стирать. Я никак не угомонюсь. Решила вам показать вот то, что я вам только что говорила. Топ, рубашка и шорты. Смотрится просто великолепно. Вот говорю, это просто базовый гардероб. Я сегодня подобрала себе летний базовый гардероб. Очень классно. Просто классно. И так носить, наверх накинуть рубашку. В общем, все супер. Девушка, я вам не мешаю? Девушка, я вам не мешаю? Нет? Ну, последний лук на сегодня. Это рубашка и шорты. Смотрится великолепно. Можно заправить, можно сделать на выпуск. Мне тоже так, кстати, очень даже и нравится. Естественно, сюда нужны кеды или кроссовки. И получается все великолепно. Она не успокаивается. Она носится здесь, как я не знаю, кто. Вот я только камеру раз, придвинула, и она сразу же убегает. Что-то с кроватью сделала. Что-то тут все перемешала. Все, ладно, кушаем и собираемся. Ребят, в общем, сижу, изучаю вот всю эту косметику. И очень классный здесь продукт. Вот этот мне очень понравился. Я дальше еще не изучала. Только посмотрела вот этот тоник. Очень классный тоже. А вот это вообще пуля-бомба. Пушка-бомба. В общем, это осветляющий крем вокруг глаз от Олы. Это немецкая компания, которая принадлежит концерну Procter & Gamble. Разработана именно врачами. Врач, который основатель этой компании. Она относится именно к фармацевтической, короче, там аптечная, аптечная именно косметика. И кремик я нашла, короче, на скидке, по-моему, 25 евро вот этот крем. Там еще какие-то цены, которые не знают страны. Там какие-то деньги указаны, которые я вообще без понятия прикреплю где-то. Ну, в общем, очень неплохой крем этот. Я на него возлагаю надежды хорошие. Буду им пользоваться. Вот реально этот кремик меня, конечно, зацепил. Сейчас хочу еще почитать про Rituals. Ну, здесь однозначно будет все классно с Rituals. Это подсвечивающая сыворотка, да, по-моему. Мы смотрели вокруг глаз. Anti-Age. Anti-Age подсвечивающая. Ну, в общем, классные вещи. А вот это вот, а здесь алоэ вера, чайное дерево, тоник. Такой очень классный, тоже хороший, натуральный. Ну, вообще, классная вещь. Ну, здесь это умывалка, это для руки я вам показывала. Это тоже, ну, там, для гели, для душа, крем для тела. В общем, все такое. Ну, вот это вот тоже меня интересует. Я хочу попробовать, наверное, вот, знаете, как. Не для лица, может быть, потому что лицом я не хочу темнеть там, в принципе. Хотя не знаю, на лето. Ну, это автозагар, как я уже говорила, это для лица именно анти. Что-то там, короче. Всякое такое бронзирующий эффект дает. Но я буду, наверное, использовать его на ножки, на ручки. Почему бы и нет. Очень классно. Вот это супер. Вот я очень рада этому кремику. Который сколько у меня там, 2 или 3 рубля обошелся. А стоит 25 евро на скидке. Очень классно. Все, пошла я кушать, то я никак не могу отлипнуть от всего этого. Убирала эти липучки с ценами. Поставались такие. Было все красивое. Еще здесь не убрала 3 рубля. Вот эти маски тоже очень классные. Это, кстати, профессиональные маски. Профессиональная коллекция. Это у меня тут маски для лица, вокруг глаз. Что-то увлажняющее. Очень отзывы классные. У меня их 7 штук. 7 масочек. 7 рублей получилось за эти 7 штук. Ой, как же я довольна сегодняшним шопингом. Просто супер. В общем, я сейчас распечатала и попробовала вот этот лосьон для рук. Ребят, какой он классный. Он очень-очень классно увлажняет. И не оставляет вот такой липкости и жирности. Мне так нравятся. Вообще ручки просто очень-очень свежие. Знаете, как будто вот вода на них, роса. Очень-очень приятное ощущение такое. Супер классно. Буду пользоваться на каждый день. Натуральная формула. Очень-очень понравилась. Вот мне давно не нравился этот крем для рук. Как вот этот зашел для меня. Вообще супер руки. Очень увлажненные, но в то же время никакой липкости. Вообще класс. Как же я довольна. Наташкин чай, мой латте и мы балдеем. Это кафешка бразилиана и рядышком другая. Это Наташка, как называется другая, ты не знаешь? А? Сарай. Сарай, в общем, мы в сарае. Напротив, как называется? Стадион. Мы с Наташкой с кофеечком приехали на набережную. Посидели там, посидели. Наташа сказала, начинается дождь. Хотя дождь не начинался. Не начинался. Там было три капли. Это было даже, наверное, не дождь. И мошки кусают. И мошки кусают. Здесь, мне кажется, мошек может быть больше. Фонтанчик. Это надо с кормленным мошком. Слышь, так расстроили вообще набережную. Да, такая длинная стала. Там она же еще длиннее стала? А почему туда посмотрим? А ты не была? Нет, я в той стране вообще не была. Я была вот до сюда доходила и все. Так кто в Рести живет? Не знаю. Я так же живу. Может быть, чуть-чуть больше, чем ты. Класс вообще. Народ повываливал, да? Угу. Этот фонтанчик будет светиться. Потом, когда станет темно. Красиво очень, кто разноцветный. Река классная. Видите, какой у нас тут транспорт. Смотрите, как низко летит самолет. Прям вообще. Очень низко. Уже второй. И видно, что пассажирские. Парень говорит, я научусь еще, потом будешь снимать. Я говорю, я подожду. Почему он тут катается зад вперед? Учится. Ну давай уже, покажи класс. Такая лавка интересная какая-то. Помогаем. Спешите делать добро. Красный крест. Это все металлоконструкция, да? Кованая такая. Какой-то... А что это такое, смотри. Это парк. Парк из... Из типа деревьев. Я вообще, знаешь, как дикарь какой-то вышла в люди. А тут, оказывается, столько всего. Рыбак. Рыбака видит издалека. Еще баклавки, да? Освод. Силосная наша организация. А, я поняла. О, смотри, видишь, где Гродно паркуется? Вот, оказывается. Видишь? Да. Это наш Гродно теплоход, который тут разъезжает и катает людей. И там еще всякие эти... Можно вечеринки устраивать на Гродно. Слушайте, как прикольно. Даже не знала. Дорога вон выходит прямо в Брестской крепости и к музею поездов. Там очень классный музей, кстати, поездов. Такая длиннючая, длиннючая, предлиннючая. И вышла сюда. Вообще классно. И велодорожка. Видишь, такая сплошная, да? Вот это мы вышли уже на дорогу. Здесь музей поездов. А вот там, смотрите, вот видите, звезда. Это Брестская крепость. Во многих мне писали, чтобы я показала Брестскую крепость. Провела вас. Не знаю, это же проведем, может? Давай хотя бы чуть-чуть зайдем, покажем немножко, правда? Ладно, идем уже, если мы здесь, зайдем посмотрим. Вот у нас это мост. Такая новая дорога, как называют, да? Идет на Варшавку. Через реку и потом направо. И там уже граница. А это у нас мы подходим к крепости. Сейчас дорогу перейдем и будем уже заходить в звезду. Представляете, я только сейчас от Наташи узнала, что здесь оказывается подземный переход. Я бы, наверное, пошла, Наташка, искать светофор, которого здесь нет. А здесь подземный переход. Прям крепости. О, музычка. Вот это мост этот, в котором я часто гоняю, но я не знала, что здесь подземный переход. И речка. Птички чирикают. Классно. Все, мы вышли уже на территорию крепости. Здесь пошли кафешки всякие. Это уже Бук переходит, да? Это же Бук уже здесь. Бук дальше еще, да? В общем, через границу проходит уже именно Бук. Вот там граница, вот там. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Чистенько очень, да. У нас, конечно, город очень-очень чистый. На самом деле, не убавишь, не прибавишь. Правда, Наташка? Очень чистый город. Даже по сравнению, приезжаешь где-то откуда-то и думаешь, да, какой у нас чистый город. Вот. Каштаны цветут. А музей там, по-моему, да, Наташа? Вот это музей или нет? А, вот там он. Да-да-да-да. Там дети все катакомбы, да? Вот там музей, да, наверное? Вот это? Даша. Это там, по-моему... А, это церковь, а там, по-моему, этот... Как его? Ой, как его называют? Монастырь, да? Вот монастырь, наверное. Церковь, а дальше монастырь белый. Мужской монастырь. Здесь такие всякие лабиринты, катакомбы. По раввинам не ходить написано. А это монумент жажды. Я потом ближе подойду, покажу. А это шпиль такой. Как он называется, этот шпиль? Помнишь? Ну, там всякие, да. То, что она держала оборону Брестской крепости. Все эти... Все эти строения. Все эти строения. Все эти строения. Там мы подходим к вечному огню. Он горит здесь всегда. Там церковь. И дальше монастырь. Это, как ты говорила, называется... Наташа. Сейчас посмотришь. Наташа посмотрит. Но это монумент жажда. Так красиво солнышко садится. Там тоже всякие катакомбы. Там еще какой-то монумент. Не помню какое-то название его. Смотри, какая огромная она. Вообще. Все, Наташка, пойдем назад уже. Мы с тобой находились столько. У нас машина. Вообще не знаю, где. Все, мы уже сделали такой круг. Вернулись по этой дороге, которая от крепости, не через набережную. Ой, какой красивый закат. Вот, смотрите, здесь нас сделали городский сад. 1835 год. Здесь была раньше такая, типа, заброшка. А сейчас они все отреставрировали. Я там внутри даже еще не была. Это достопримечательность. Ага, вот, достопримечательность местная. Еле-еле идет. А вот в этом доме зеленом у меня сестричка. Как только они поженились здесь, снимали квартиру на последнем этаже. Все, мы уже прям выходим. Получается, набережная. Вот там виднеется фонтан. Вот он виднеется. И там наша машинка. Все, мы такой кружочек сделали с Натальей. Неплохой. Какая красота. Ребята, зашла на эксклюзив дискаунтер. Смотрите, какой нашла. Это новый абсолютно тот бейкер. Нулевочка, размер. Вот такое вот платье. Классное с такими рукавами. Это оцененка. Ну, короче, сегодня завоз эксклюзив. Вообще новое платье. Хочу померить его. Скорее всего, хлопок это. Вот такая новая сумка. Она не в эксклюзиве, а просто. Но это... Она новая. Фурнитура очень хорошая. Все хорошие. Но она, ребят, не кожаная. Такая вот. Но очень хорошего качества кожзан. Вот такое внутри. Слушайте, ребята, здорово. Мне нравится. Хоть и здесь вырез такой острый, какой-то квадратный, прямоугольный. Но мне нравится. Я уже не снимала спортивные штаны. Простите. Не буду внизу показывать. В общем, села великолепно по мне. Посмотрите, какой классный. Хоть рукав очень объемный, но здесь не смотрится все огромным. Спинка вот такая вот. Здесь замочек. Ну, прям очень классная. Длина классная. Да вообще. Короче, мне очень нравится эта платья. Реально она мне очень нравится. Я, наверное, его возьму, это платье. Прям супер. И мне нравится, что оно не в обливку. Оно вот, ну, как раз там с одной стороны на два пальчика. В общем, супер-супер-супер. Я это платье, наверное, возьму. Сейчас еще покручусь, поверчусь. А вообще платье новое. Абсолютно новое платье. Тедбекер. Я не смотрела состав, но я думаю, что это хлопок. Может быть, немножечко льна добавлена. А может быть и нет. Может быть, чисто хлопок. Може, какое оно классное. Ребята, я ошиблась с составом. Здесь 50% лен, 50% или сколько там? 50% чем-то лен, 40% чем-то вискоза и эластан. А, 50 лен, 46, по-моему, да, вискоза или 49, 1 эластан. В общем, вот такой состав. Ощущение, как будто это хлопок. Ну, или хлопок с добавлением льна. В общем, платье абсолютно новое. Полностью новое платье. С QR-кодом. Я думаю, что эта коллекция вот эта вот свежая. Потому что очень-очень актуальная модель. Вот именно этого сезона цвет. Великолепное состояние. Ну, я говорю, новая вещь. Абсолютно новая вещь. В общем, все беру. Подошла ко мне Ира. Которая здесь работает. Иришка, привет тебе. Сказала, бери. Просто бери, бери, бери. Оценила. Очень классное платье. Легло просто великолепно. Просто идеально. В общем, беру, ребят. Стоимость его вот такая. 32 рубля. Все, ребятки. Я взяла это платье. Я такая довольная. Реально. Вот просто довольная. Получила огромное колоссальное удовольствие от неожиданного такого приятного шопинга. Потому что я зашла в дискаунтер именно, чтобы посмотреть. Вдруг еще какая-то, ну, на эксклюзиве появилась косметика, что-то такая мелочевка. Но ее не было. Но оказалось, что вот глянула, думаю, быстренько посмотрю, что там из вещей. И вот увидела это платье. Просто супер. Как-то я сдалека его увидела. Она там висела. Я смотрю мой цвет, что-то интересное. И вот и получилось супер классно. Такой интересный случай сейчас произошел. Разговариваем с моей подписчицей, с Иришкой. Она еще работает там консультантом в этом магазине. И она говорит, Свет, ты знаешь, в жизни ты выглядишь лучше, чем в видео. Я говорю, в смысле? Я ее переспросила несколько раз. Потому что, как правило, все говорят, что там на фото я получаюсь лучше, чем в жизни. А тут как-то наоборот. Или видео, фото как бы всегда лучше, чем в жизни. Я думаю, как-то удивительно. Она говорит, ты же смотришь на видео, где-то там тень какая-то, где-то что-то. Вы знаете, было очень приятно такое услышать. Особенно, когда это говорит девушка. Но это очень приятно. Потому что, знаете, мужчины, как бы они там разницы не видят. Для них все всегда гуд. А тут девочки не замечают детали. Поэтому спасибо большое, Иришка. Очень приятно за такой комплимент. Подняло мне сегодня настроение. Хорошо, ребятки. В общем, я еду сейчас на обед. Потому что у меня сегодня день очень насыщенный. Мне еще на работу потом, до самого упора. С моими девчонками заниматься, трудиться. Так что сегодня не знаю, поснимаю, не поснимаю что-то. А, кстати, мне еще пришла на почту. Не на почту, а прям почтовые ящики. Я уже ехала на работу. Думаю, дай загляну. Я там месяцами не заглядываю. Лежит какая-то красота. Я знаю примерно, что там есть. Скорее всего. Я так думаю. Ну, мы дома с вами посмотрим. Я вам покажу это. Все, еду домой кушать и на работу. Знаете, вот еще, думаю, втройне приятнее было получить даже такой комплимент. Потому что я сегодня, ребят, вообще без сна. Я сегодня смотрю на себя, думаю, боже мой, вообще никакая уставшая. Я с семьи на работе. Я легла очень поздно. Заснула, вернее, поздно. Потому что мы с Наташей моей вчера кофе поздно вечером выпили. Я вчера вообще как-то не знаю. У меня рекорд по кофе. Если мне сегодня посчитала, это я три раза за вчера выпила лата. Это для меня много, конечно, я столько не пью. И еще вечерний это было, конечно, лишнее. И я не могла долго заснуть. Проснулась в пол шестого. Семья на работе. В общем, такая разбитая. Никакая. Какую-то гулю закрутила. И тут от Иришки отхватила такой приятный комплимент. Спасибо, Ириша. В общем, я еду домой кушать. Купила себе две булочки цельнозерновые. Сделаю сейчас какие-то бутрики полезные. Покушаю и на работку. Работать, работать. Все. Люблю. Давайте я вам быстренько покажу, что здесь. Я примерно догадываюсь. Скорее всего, скорее всего, это... Да, это сучка. Хотелось попробовать. Это я на Алиэкспрессе заказала. Ребят, это такой спонж для нанесения консилера от глазки. Смотрите, мне понравилась эта задумка. Я бы хотела попробовать и отзывы смотрю, хорошая. Типа, знаете, как бьюти-блендер? Ой, бьюти-блендер в таком мини-варианте. Вот такой вот. Ой, слушайте, он такой классненький, мягенький, хорошенький. Я буду пробовать. Мне реально очень как-то эта задумка понравилась. Он такой няшный, такой мимишный. Смотрите, что я принесла домой. У меня прям под окнами растет белая сирень. Вот она вот там вот под окнами. И вот эта веточка, она вообще была надломленная, уже висела чуть ли не до земли. И я ее доломала, потому что она была надломанная. Она об этом все равно уже завяла и принесла вот ее домой. Такой запах сразу очень красивый. У нас белая сирень прям под окнами. Тонько там чихает. Вообще супер. Вот видите, вот там вот у нас вот прям сиреню. Вот меня балкон. И можно с балкона сорвать, если хочешь. Вот такая красота. Тончик там чихает. Чихуша ты, малая. Все, я буду кушать. Показала вам все. Иду кушать. Сегодня четверг. Я уже отработала. У меня с ней сокращенный день. Была на 7 на работе. Сейчас я делаю завтрак, потому что я была без завтрака. Я решила сделать творожные рогалики. Нашла вчера в инстаграм рецепт. Ну там не пп. Но я решила переделать, как обычно я делаю. Делаю на цельнозерновой, на рисовой муке. Рогалики. Посмотрим, что получится. Я вообще без какого-либо понятия. В общем, будем смотреть. Ну что ж, вот что у меня получилось. Вот такие у меня получились рогалики. Я думаю, в принципе, выглядит довольно-таки аппетитно. Там еще в рецепте нужно посыпать сахарной кудрой. Но, естественно, я этого делать не буду. У меня ее и нет. У меня все переделано. Я переделаю полностью под себя рецепт. Вижу просто основу и добавляю свои продукты. Заменяю. Смотрите, какая у меня красивая сирень. Какая она вообще просто воздушная. Такая облачко. Аромат от сирени просто невероятный. Очень классная. Красивая. Я завариваю свой чайок травяной и буду снимать пробы. Ну, это Тонечкин рогалик. Ей можно, потому что здесь ничего нет. Потому что ей нельзя. Здесь на цельнозерновой муке в основном здесь творожок. Яйца, кокосовое масло. В общем, ничего такого. Сахарозаминитель немножечко. Который хороший, правильный. На, кушай. Пробуй. Снимай, пробуй. Мама даже не пробовала. Она очень любит все это такое. Вкусно? Все, но я тоже буду пробовать. Приятного нам аппетита. Уплетает зайка мой чай. И буду снимать пробу. Ребята, такие вкусные оказались рогалики. Просто они такие воздушные. Такие мягенькие, вкусные. Тонька там за обе щеки уплетает. Все, пью чай с рогаликами. Потому что не могу оторваться. Но хотелось с вами поделиться. Вкусно. Работаем с Юлькой. Там нянетка. Анютку я не снимаю. Я не всех девочек снимаю. Кто-то хочет, кто-то нет. У меня неожиданно перерывчик возник. Я здесь возле Мода Макс. Как раз здесь сегодня завоз. И решила заглянуть сюда. Посмотреть. Так что глянем. Я очень быстро. Потому что мне еще ехать в другую часть города. По Кати нам делам. Она сегодня приезжает. И сегодня же назад уезжает. Там нужно по делам какие-то документы нам сделать. Поэтому нужно будет ехать в другую часть города. Кстати, возможно, я там тоже загляну. Еще в один магазинчик. Все, заходим. Я спокойно отношусь к Кевин Клян. Слушайте, но мне нравятся эти кеды. Я, наверное, их померю возьму. По-моему, мой размер. Кстати, я зашла сейчас. Время без 20 и 10. А магазин открылся в 9. У меня новый завод. Тут куча людей. Я такого не люблю. Но у меня не будет больше возможности зайти сюда. Поэтому, может быть, что-то интересное и увижу. Но вот кеды классные. Если они мне подойдут, я, возможно, их и возьму. Мне не нравятся. Босоножки новые. Вот Праймарк. Ребята, это кожаные босоножки. Смотрите. Они абсолютно новые. 37 размер. Хорошие босоножки, кстати. Но я себе брать не буду. Потому что я один раз максимум их надену. Да, 37 размер. Хотя, мне кажется, они смотрятся не на 37, а на 36. Ой, как мне нравятся эти кеды. Дай бог, чтобы они мне подошли. Вообще супер. Кстати, я так говорю, это вот коллекция вот сейчас. Вот я точно знаю, что они сейчас продаются. По-моему, даже я в Варшаве видела вот такие. Точно такие. Рубашка от Фред Перри. Это оригинал. Я уже рубашки себе не покупаю, кроме если люкс попадется. Но я вообще их не смотрю, если честно. У меня достаточно рубашек. Хотя я их очень люблю. Вернула кеды на место, ребят. Потому что они на меня большие. Поэтому я ухожу без покупок. В люксе есть вот такой тренчатый Маркен Спенс. Ребята, это эко-кожа. Я не знаю, представляете, как это эко-кожа будет как в паровой баню. Я не знаю, я не по таким вещам. Смотрится очень классно все. Хорошее качество. И марка бренд неплохой. Но будет очень, не знаю. Вообще, мне кажется, все потеть, все тело. Поэтому нет. Сегодня это люкс, но здесь сегодня последний день люкса. Поэтому цена как за обычный товар. Съездила по Катькиным делам в другую часть города. И буду возвращаться по Машерово. Мимо Мегахэнта, в котором я была в воскресенье, в субботу. И эконом-сити. И я вспомнила, что сегодня здесь завоз. Должен быть не сегодня, а в среду. Сегодня пятница. Вчера должна была быть оба. В общем, посмотрим. Заеду. Я как раз буду ехать мимо. Да, ребят, я не ошиблась. Смена товара. Совершенно неожиданно для меня сегодня визит в этот магазин. Просто потому, что я здесь проезжаю. Ну что, зайдем посмотрим. Джинсы-ладочка Look LeVice. Это оригинал. Сколько она стоит? 48 рублей. 45, по-моему. С цененочкой. А, здесь все ценен. По-точному я забыла. Микеды от Томми. Но мне не нравится эта модель. Такая она не очень актуальная. Если бы они были высокие, то получше. А так на низком ходу уже такие нужно более грубой подошвы. Это уже не айс. 29-30 рублей стоят они. Сумки совершенно неинтересные. Вот одна только единственная. Типа как рюкзак. Или можно кросс-поди сделать. 37 рублей. Но я не люблю рюкзаки, если честно. Кожаный кошелечек. Вот такой бренд. Блангару какой-то. Кожа внутри, кожа снаружи. Состояние очень хорошее. В принципе, 17 рублей. Смотрите, что нашла от Жустковали. 17 рублей брюки. Совершенно не мое. Не мой цвет. Я такие не люблю брюки. Но низкая посадка. Такая не сильно низкая. Больше к средней. Но все равно. Не знаю. Походу, да, оригинал. Видно, что этикетка уже хорошая. Но не мое. Пускай висит Жустковали. Приятно найти. Но не мое. Мастерка от Uniqlo. Размери Excel. 19,90. Спортивная такая мастерка. Видите, здесь сеточка. Удина. Цвет мне не нравится. Футболочка от Luisa Chirano. Но, если честно, не мое. Стоимость его почти 14 рублей. Без 10 копеек. Абсолютно не мое. Если честно, после балеток в Chanel в Econom City, которые там в центре возле детского мира, в детском мире, я стала возлагать какие-то высокую планку на Econom City. И требования на такие более высокие. Поэтому стараюсь более так внимательно смотреть. Ну, конечно, не смотрю те цвета и те фасоны. Сразу отметаю, которые мне неинтересны. Я уже как-то глаз наметом знаю, что мне надо. Ерунды не покупаю никакой. Только, на самом деле, то, что мне надо. Но, если что-то увижу такое люксовое, я вам показываю. Смотрю дальше. Пока ничего интересного. Смотрите, это сеть клубов МК Фит. В Варшаве их несколько. И вот футболочка от МК Фит. Прикольно. А я работаю в МФит. А здесь МК Фит. Я, в общем, видела эти сеть клубов в Варшаве. Это их футболочка. Можно, кстати, актуально будет купить. И уже прийти в свои футболки в эту сеть. Но я так делать не буду. Решила вам показать Гуччи. Вот вам Гуччи. За 24 рубля. Которая совсем не Гуччи. Ну да, и так видно, что не Гуччи. Но хотелось убедиться. Еще вам Гуччи. В общем, я вам сегодня показала уже Гуччи. Столько. Так, что у нас тут с этикеткой? Здесь даже этикетка какая-то есть. Слушайте, какая-то этикетка. Даже что-то такое более-менее получше. Нет, все равно. Этикетка не Гуд. Этикетка не Гуд. Это этикетка не Гуччи. Хоть и плотненькая. Даже читать не буду, потому что все равно не она. 129 рублей от Марк Эн Спенсера. Вот такой тренч кожаный. Очень классного качества кожи. Шикарного просто. Размер 14. Но я не люблю такие вещи, когда очень много кожи. Тоже какая-то кожаная куртка. Хорошая джинсовочка. 57 рублей. Все, ребят, я ушла с магазина. В общем, вы сами все видели. Ничего интересного. Если бы я не была здесь, в этой части города, вот не проезжала мимо, я бы, конечно, специально не ехала. Я уже не езжу специально в магазины, которые дальние, как я раньше это делала. Еще полгода назад, там на завозы. Нет, такого уже нет. Если мне не надо в эту часть города, то я и никуда не поеду. Вот так вот поменялось все. Могу только зайти, если рядышком, вот в моей части города. Если я там по делам где-то, вот как я это делала, то да. А по-другому нет. В общем, ничего интересного. Все, еду сейчас мне на почту. Затем домой, потом на работу. А, Катюньку встретить и на работу. Вот так вот.